Меня зовут Фёдоров Сергей Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий пятерой филологического образования нашей Санкт-Петербургской Академии по сутромно-педагогическому образованию. По образованию, выпускник Санкт-Петербургского университета, филолог-уссист, и хотя, прежде всего, я занимаюсь историей литературы, а не русским языком, но я поделюсь с вами с некоторыми соображениями и назову некоторые книги, которые, я думаю, будут особенно полезны преподавателям русского языка, но, я думаю, будут полезны и преподавателям у нас на русском языке, по той простой причине, что когда речь идёт о проблеме перевода, а всякая интерпретация текста есть перевод, то необходимо понимать, с каким явлением мы и сталкиваемся. В качестве даже не эпиграфа, эпиграфа будет чуть позже, я поделюсь с вами некоторым соображениям, потому что сегодня пятница, конец рабочей недели, вы уже устали, поэтому я напомню вам слова Льва Ландау, который говорил, это великий физик, который говорил, что истребление зануд – это дело всякого благородного человека, особенно когда речь идёт о науке. Поэтому я постараюсь быть незанудным и знаю, насколько я буду вам полезен. Вы что, я в этом мире душно, пока до последней минуты всё не говорят. Я постараюсь, я не знаю, насколько я, потому что есть ещё одна специфика. Я филолог, филолог – это профессиональный читатель, филолог-преподаватель, профессиональный болтун. Я постараюсь не задержать вас слишком долго, постараюсь быть кратким. Про это никакие-то вещи не комментировать, но, например, эпиграфы, первые слова великого философа Миробона Мордашвили, великий московский грузинский философ. Иногда, что очень интересно, он сам делал перевод своей первой фразы и так начинал каждую вторую свою лекцию с этих слов, только иногда глагол играет, заменял на глагол «владеем», что само по себе интересно, как некий внутренний сюжет. Сергей Сергеевич Аверинцев не нуждается в представлении. Приведу только один факт. В 1974 году, в 1974-1900, он защитил диссертацию, посвященную поэтике ранневизантийской литературы. Защитил в Советском Союзе. Ранневизантийская литература – это сочинение абсургции. Если человек умудрился это сделать в советское время, то можно понять. В 1964-м году он написал похвальное слово «филология». И там слова «филология» службы понимали. Михаил Юрьевич Гаспаров – это замечательный человек, лучший знаком классической литературы, классической античной литературы, филолог-классик в нашем Отечестве. Человек, который, говоря как раз о специфике перевода, ну, чтобы студентам было понятно, чем языки аналитические отличаются от синтетических, говорил такую фразу. Знаете ли, как удивительно. Латинские стихи я могу спокойно переводить по памяти. Латинский язык – язык аналитический. А вот древнегреческие стихи, даже когда я их знаю наизусть, я могу переводить только имея перед собой текст. Потому что аналитический язык оказывается в известной степени строже и в этом смысле проще, в отличие от языка, который выстраивает свои отношения как система ассоциаций, не жёстких связей. Вот русский язык относится как раз к языкам синтетическим, и именно поэтому весьма показательно, что самый известный русский автор в мире – это Антон Павлович Чехов, самый известный русский писатель. Почему? Ну потому что вот сейчас, например, всемирный год Шекспира. Вот 2016 год, всемирный год Шекспира. И это связано с тем, что в театральном репертуаре «Мирогон» пьес такого уровня, как написал Чехов, ограниченное количество. Поэтому знает прежде всего Чехова. Он самый печатаемый, самый переводимый. На втором месте стоит советский, потому что это наш культурный феномен. Когда-то американский библиотекарь Барбара Буш на день рождения своему мужу Джорджу Бушу подарила роман Достоевского «Преступление и наказание» в переводе на английский язык, чтобы он прочитал и познакомился. Во всем случае, это уже само по себе свидетельствует о том, что это за фигура. На третьем месте стоит Лев Николаевич Толстой, потому что нет ни одного произведения в мире, у которого было бы такое количество киноэкранизаций, как у романа «Анна Каримина». «Анна Каримина» – это самый экранизируемый в мире роман. В этом смысле показательно, что в этом ряду нет того, кто является нашим всем – Александр Сергеевич Пушкин. Потому что он прежде всего поэт, и адекватных переводов великого романа, скажем, Евгений Анилин на иностранные языки до сих пор не создан. Вот такая проблема. Вы видите, почему очень трудно это переводить? Есть несколько слов теоретического порядка, которые очень важны, что, к сожалению, не доходит не до школы, но самое смешное – не доходит даже до вузов. Эти люди, которые получают филологическое образование, они прекрасно могут быть о специфике грамматики, лексических особенностях, то есть о некоторых частностях языка. Но то, что вся мировая культура есть язык, вот об этом мы не всегда догадываемся. Мы приведем простой пример. Вот рядышком церкви Федоровской Божьей Матери построены трехсотлетия царствующего дома Романа. Совершенно очевидно, что некоторые башни напоминают башни Московского, Нижегородского Кремля. Таким образом сразу указывается, что эта церковь принадлежит к русскому национальному стилю, к русскому национальному традиции. Государь император русский, русский царь, соответственно, вот вам, пожалуйста, последний храм, кстати говоря, построенный в Санкт-Петербурге. Петербург наш является чем? Культурной столицей России. Но Петр Первый строил его не просто как окно в Европу, а он назвал его Северным Римом, то есть центром всего мира. И посмотрите, уже Павел Первый, Павел Первый всего города одно столетие, принимает указ, согласно которому все инославные славы, храмы, а по российской традиции, русской традиции, инославные храмы выносились за черту города. То есть они были за его пределами. У нас Павел Первый издает указ, согласно которому армянская, шведская, немецкая церковь попадает в центр, то есть до фонтанка. А кроме всего прочего, обратите внимание, Петр Первый назвал наш город Северным Римом, и как высказанная идея, сработала потом в истории города. Главный православный собор Петербурга, Казанский, что напоминает? Его колоннада, прямая реплика с Ватиканского собора Святого Петра. Вот вам, пожалуйста, слово сказанное. Северный Рим превращается, так сказать, в центр. Ну и в этом смысле, вот для меня весьма показательно, что огромное количество людей, живущих в Петербурге, абсолютно не считывает ту информацию, которую этот город дали. То есть Петр Первый создает город вселенского масштаба. Как некоторые более давно называют звук французский, парадизм, что значит рай. И тогда будет понятно, а рай – нечто небывалое, рай – нечто, существующее по ту сторону реальности. Поэтому обратите внимание, кто строит наш город. Сплошь иностранцы. А если не иностранцы, как Воронихин, то Воронихин, как крепостной Строгановых, незаконно рожденный, он же крепостной фактически. Он незаконно рожденный графа Строганова, где получил архитектурное образование в Италии. Поэтому совершенно не важно, у него фамилия-то русская, но мыслит он как архитектор, как итальянец. Почему Петр Первый не приглашал этих иностранцев? Потому что русский построен, как русский. И этот город не будет парадизмом, потому что парадизм – это то, чего никто никогда не видел. И поэтому уже в первом плане нашего города не только Петропавловская крепость, не только Кронштадт, то есть то, что должно защищать город от внешнего врага, а уже в первых планах нашего города появляется летний сад. Ну и дальше вместо монастырей, как было вокруг древнерусских городов, что окружает наш город – сады, парки, дворцы. Вот вам идея рая, который начинает работать. И в этом смысле язык, на котором мы говорим, и культура – это тоже язык, это то высказывание, которое прошлые поколения обращают к нам. Если мы этим языком не овладели, мы не можем считывать никакой информации. Вот поэтому, на самом деле, филология есть, может быть, главная наука всех наук. Ну а когда речь идет о преподавании, это просто понятно, что преподавание любой дисциплины идет на русский язык. Более того, язык оказывается инструментом понимания мира. Придом один локальный пример. Михаил Васильевич Ломоносов четверть века преподавал физику по-немецки. Вот как научили, так и преподавал. Что он все время делал? Он в это время разрабатывал русскую терминологию физическую. Поэтому, когда у нас, вы знаете, страна начала рассыпаться, я наблюдал, как в 90-е годы в республике Мариел разговаривались ожесточенные споры. Мариинский язык настоящий, он луговой или горный? Потому что есть луговой Мариел, и горная часть, и луговая. Вот два диалекта, какой из них настоящий Мариинский. Я тогда был в Вешкар-Олеге и говорил, коллеги, в конце концов, вы кончите тем, что если вы будете преподавать все дисциплины на Мариинском языке, то ваши дети никогда не поступят в ВУЗ. Знаете, меня поразило, мы в этом году все работали в Чечне, вот там чеченская интеллигенция говорит по-русски без акцента, и все, и бизнес-элита, куда отправляют учить своих детей? В Москву и Петербург. Там настоящее образование. Поэтому они очень следят за тем, чтобы их дети хорошо знали русский язык. Почему? Потому что он лучше, чем чеченский, украинский, французский, немецкий, а исключительно потому, что в нашем язык государственный, это язык, который не только позволяет людям разных национальностей общаться, но это еще язык с давними, не только традиции письменного языка. Потому что вот там в вашей программе были языки уральские, я про них ничего сказать не могу. Там коми-язык, ханта и манси. Я только знаю, что самые близкие к языку ханта и манси, два разных языка, близко родственные. Знаете, какой в Европе самый развитие? Венгерский. Потому что они в IX веке прошли из-за Уралья, а мы вот остались. Знаете, вот они из-за Уралья, из холодов прошли, и там на озере Болотон обосновались. Мы вообще-то не обосновались. Да, нам тоже надо было нашим предкам выбрать бы климатическую зону. Щип-то на вратах Цареграда прибивали, надо было там и закрепляться, в конце концов. А Петр I не нашел ничего лучшего, чем построить на сегодняшний день самый крупный мегаполис мира в таких северных широтах. Ну, что поделаешь. Ну, коллеги, вот это один из важнейших таких тезисов. Другой тезис я сознательно выбрал двух филологов. Один, Нильючтейнтай, ученик Гумбольда. А великий Гумбольд говорил, что язык-дом духа народа, такая известная фрага. Вот Штентель, он продолжая, так сказать, действия его ученика, назвал, что язык-это логика духа народа. Мы думаем на языке, и думаем вообще благодаря языку. Значит, и обратите внимание, Алексей Дмитриевич Милев, ныне живущий, действующий московский мегист, говорит то же самое, что немецкий пастур и тоже филолог-ученый 18-го столетия. То есть, эта идея, что язык выражает дух народа, она, в общем, достаточно давно закрепилась в мировой филологии. Значит, и к ним присоединяется самое цитируемое, это то, что, кстати, очень показали, что самый цитируемый лингвист в мире – это Наум Хомский. Наум Хомский занимался грамматическими моделями языка. Самый цитируемый лингвист в нашей отечественной лингвистике – Анна Бешбицкая. Она занимается не грамматическими, а семантическими моделями языка. У нее даже книга есть. Семантические модели языков. И я буду пользоваться ее идеями по той простой причине, что она, а, фолька, стажировалась в Москве, защищалась в Петербурге, работала и защитила еще одну диссертацию в Америке, вышла замуж за австралийца и живет в Австралии. То есть, это такой лингвист милормовый урок. Но для нее очень понятно, что русский язык, язык, который она прекрасно знала, плюс близко родственник, но не родной, поэтому весьма показательно. Лучший словарь живого великорусского языка кто написал? До сих пор никто лучше не создал. А кто он по национальности? Датчанин. А что он делает? Да он 25 лет записывал, понимаете, вот там служил еще цензором в полицейском департаменте, начал сочинять по-русски под псевдонимом, вот наши украинские братья это не знали, у него псевдоним был казак-луганский. Почему? Потому что он в Луганске служил. Он так служил и работал, поэтому для него это русское земля. Он там русский язык записывал в Луганске. Они теперь там пытаются чего-то не знать. Ну, бог их злит. Так вот, весьма показательно, что как немец он видел русский язык со стороны. И то, что ему было необычно, он записывал. Мы с вами свой язык увидеть не можем. А уж про наших детей я даже говорить не хочу. Потому что они говорят уже на такой тарабачке. На чем бы они ни говорили, они не замечают, что это плохо. Почему? Потому что это воздух, которым они дышат. Давайте вот с вами на секундочку, вот обращали внимание, филармонический зал, если вы любите музыкальные концерты, где собирается элитная петербургская публика. И вдруг, когда там Гайд, Моцарт, Ревальтик, кто-нибудь поперхнулся. Что он делает? Где так? И по залу, да? Потом стихает. Через какое-то время опять кто-то поперхнулся. И началось. Почему? Один закашлялся всерьез, а другой задумался. Вот с языком происходит та же самая ситуация. Мы не задумываемся. Мы живем в этой среде, в его атмосфере. Как только задумались, с этого момента начинается филология. Филология задумывается о том, как язык устроен. Но наша задача все-таки побудить учеников задуматься над тем, как устроен язык, на котором они говорят. Чтобы они относились к нему, как несомненно, некой ценности. Тем более, что вот эта модель. Мне не очень нравятся, коллеги, многие вещи, которые здесь написаны. Но я все-таки не буду от этого отказываться. Потому что это то, к чему пришла Анна Вишбицкая. Анна Вишбицкая в книге «Семантические модели языка» описала в качестве примера семантическую модель языка русского. И выделила в русском языке, именно с точки зрения его семантики, четыре основных свойства. Первое свойство, она назвала эмоциональность. Что это значит? Значит ли это, что мы, русские, более эмоциональны, чем, я не знаю, только что прошли Олимпийские игры, бразицы. Ну, паси Боже. Если мы увидим, да, как эти итальянцы, знаете, начнут галдеть, я не знаю, я помню, как в Испании меня все время дико раздражало, что они в ресторанах так голосят. Все-таки в этом смысле мне соседи финны, знаете, вот финны, они ближе, они так поспокойнее. Ну, заодно вам расскажу, я обожаю всякие такие замечательные истории, ментальные. Наверное, коллеги, вы знаете, самый известный анекдот про финну. Что интересно, есть версия, что анекдоты про свою национальность, национальность не сочиняют сами. Знаете, самый известный финский анекдот. Это коллеги, едет финская семья, значит, отец двое сыновей, по дороге, на телеге, вдруг дорогу перебегает какой-то зверек. Старший сын, проходит час, говорит, заоо, они едут дальше, проходит два часа, другой брат младший, говорит, не заоо, не заоо, они едут дальше, проходит три часа, отец поворачивается, говорит, хватит спорить, горячий, финский парк. Причем, коллеги, самое смешное, это чистая реальность. В высшей школе у финнов, как всегда европейцы, приглашают приглашенных преподавать. У них традиция, будь она не ладна, знаете, этот народный контроль, дети должны сказать, нравится им препод или нет. Так вот, в Финлянде зафиксирован потрясающий феномен. Феномен заключается в том, что преподаватели, приезжающие, когда их опрашивают в Финляндию и работают из Европы, они недовольны, знаете, чем? Что когда финским студентам задаешь вопрос, то приходится на него отвечать самому. Знаете, чем недовольны финские студенты? Они недовольны тем, что преподаватели, приезжающие из-за границы, задают им вопрос и сами на него отвечают. Слишком они там, потому что финским парням надо подумать. Вот это такая специфика. Вот поэтому, значит ли мы, что мы там более эмоциональны? Нет, не значит. Но это значит то, что в русском языке огромное количество слов, которые могут выражать эмоциональные состояния. И там, где количество синонимов пограничено, вообще вот есть такая теория, какая-то потрясающая, Сепира Уорфа, которая называется теория лингвистической относительности. Ее называют самой продуктивной лингвистической теорией 20-го столетия и самой спорной. Ну, как всегда, все самое спорное либо считается как гениальное, либо как бред. Я вам немножко расскажу про эту теорию. Она заключается в следующем. Придумали ее два человека, потому что один Сепир, в общем, говорил о том, что язык выражает мысли и чувства всякого человека. Но так как мы выражаем мысли и чувства через язык, который нам не принадлежит, нашего народа, то через язык мы усваиваем его ментальность. А Уорф пошел дальше. Он обратил внимание, что через язык мы не просто усваиваем ментальность, а язык определяет наше поведение. В чем, что очень интересно, Уорф по образованию был химиком. Он закончил Оксов, химический факультет и стал работать вот по нашей классификации пожарным дознавателем. То есть он не тушил пожар, а устанавливал ему причины. И он сталкивался с вещами потрясающими. Он накопил у него такой набор фактов, потом он их привел в своей статье, которая называется «О языке и поведении». Значит, Сепир, Эдуард Сепир и Бенджамил Уорф. Американец Сепир и англичанин Уорф. Он стал ходить на лекции как раз в тот же Оксфорд лингвиста Сепира. Наслушался и вот сформулировал потом теорию, которая получила название «Теория лингвистической относительности». Иногда называют «Гипотеза лингвистической относительности». Если вы наберете эту формулу в интернете, то вы много про нее узнаете благополучно, и там будет огромное количество цитат. Но я вам приведу несколько весьма выразительных примеров. Коллеги, я думаю, что у некоторых из вас есть машина, семья, во всем случае, автомобиль. Я думаю, что здесь нет ни одного человека, у которого было бы химическое образование. Коллеги, нет ни у кого специализированного химического образования? Только любовь. Только любовь. Значит, коллеги, я уверен, что вы все, тем не менее, подписывали инструкции по технике безопасности. Подписывали. Коллеги, скажите, пожалуйста, кто из вас их читал? Коллеги, как закон образования. Закон образования больше 500 страниц. Кто его может прочесть? Вот поэтому мы должны жить по закону, которому мы никогда не узнаем. Потому что у нас много дел и забот, чтобы, знаете, есть чем заняться вместо того, чтобы читать эти ключкостворские бумаги. Прости, Господи, я запретил бы юристам управлять страной. Потому что юристы должны обслуживать управление страной. Они управляют, они создают эти тома просто, понимаете, которые прочесть невозможно. Но благополучная Англия, добропорядочная Европа, где все не просто, знаете, подписывают, они еще и сдают зачеты, их не допустят работать. И вот представьте себе, на химическом производстве люди, имеющие специализированное образование, подписавшие инструкцию и сдавшие зачет по технике безопасности, курили там, где было написано пустые цицерны. Коллеги, вы не имеете химического образования. Скажите, что разрывается? Бензин или пары бензина? Пары. Где опаснее курить? У пустых цицерны или у полу. И Бенджамин Уорфа это поразило. Как же так? Люди, имеющие специальное образование, стоят и курят там, где висит табличка пустые цицерны. Знаете, что он сделал дальше? Дальше он сделал следующее. Он обратил внимание, что другой пожар случился, не химическое производство, но дерево перерабатывающее. там клеи, смолы, всякие химические добавки. И был резервуар, дело было летом, который наполовину был накрыт таким настилом. Страшная жара. Но рядом висела табличка всем понятная. Вода. Резервуар с водой. А вот то, что в этот резервуар стекает там не пойми что, люди как-то и не думали. Они тоже там курили. Куда они бросали окурки? Ну и дальше случилось то, что случилось в самом коротком трагикомическом рассказе в мире. Коллеги, знаете, самый короткий трагикомический рассказ? Его написал Генри. Я обожаю давать такие диктанты детям и просить кстати все. Рассказ такой. Автомеханик открыл капот и закурил. Точка. Ему было 24 года. Понятно. Да, вот что случилось там на этом самопроизводстве. И вот когда это случилось, то он подумал, как же так? Что определяет поведение людей? Что определяет это поведение? Ключевые слова. Пустые. Пустые, значит, там ничего. Ничего нет. Ничего нет, не взрывается. Вода, все знают, материал не горючий. Водой тушат пожар. Вода не может взрываться. Но никому в голову не могло прийти, что цистерна-то из-под бензина. То есть на реальность они не реагировали. Они реагировали на слово пустые. И тогда Бенджамин Уорф предложил сделать некий эксперимент. Английская подземка лондонская, самая большая в мире. Он попросил в некоторых станциях, где была высокая частотность случаев самоубийства, а в Петербурге, во всем случае, не знаю, в советское время, один из моих бывших Чуньков, говорил, что у машинистов метро есть ведомственная инструкция, как себя вести, если человек упал на рельсы. А у нас это в крупных мегаполисах довольно распространенный способ покончить жизнь самоубийства. Он, знаете, что сделал? Он предложил заменить таблички, а там огромное количество переходов, судя, потому что было написано. Потому что я там не был. Тут знаю только, что самая старшая и самая разветвленная сеть метро как раз в Лондоне. Так вот, он попросил заменить таблички выхода, нет, знаете, как у нас она так бывает. На табличке выход рядом. Так вот, на тех станциях, где эти таблички повесили, случаи самоубийства прекратились. 25 ик. Человек идет? У него депрессия, а выход рядом где-то. Правда, потом пришлось от этого отказаться, потому что люди-то реагировали на язык, искали выхода, а выхода там не было. Поэтому там все время заторы возникают. Но это тоже весьма показательно. То есть, вот эта лингвистическая теория Сефира и Офа говорит о том, что люди реагируют не на реальность, которая их окружает, а на реальность, описанную в слове. Вот почему язык самое важное. Поэтому я говорю своим детям, если вы через слово говорите блин, как у меня одна девочка, блин да блин, сказал Даша, если ты будешь говорить блин, запомни, у нас в Петербурге, как в романе преступление и наказание. Кухня, помню, там поликтивная кухня, которые там пробегали поезд встретить квартирную хозяйку раскольников, она с черного хода. И на черную лестницу в Петербурге там вытаскивали помои, иногда они разливались. Вот ход на кухню с черного хода, а в гостиную с парадной. Вот если ты хочешь печь барины, так помни, это на кухне и будешь ходить все время по черным лестницам. А если хочешь попасть, говорю, как Ксюшка Собчак, которая умеет говорить не только для дома два, она умеет говорить вполне без блинов, потому что она закончила мгимон. И я просто в интернете смотрел ее встречу со студентами мгимон. Знаете, никаких абсцентных выражений, абсолютно выверенная литературная речь. И вот тогда подумай, куда ты хочешь попасть, потому что язык это первая визитная карточка любого человека. С двух слов мы понимаем каков интеллектуальный. Но язык обладает всегда некоторыми особенностями. Вот особенность русского языка, кстати, один любопытный факт. Почему эмоциональность? Первое свойство. Потому что Орф обратил внимание, что у некоторых северных народов огромное количество слов, которые в русском языке могут быть переведены одним единственным словом «снег». Почему? А потому что они живут с помощью или оленей. Олень он через снег добирается до чего? До мхаягера. Поэтому если снег рыхлый, то до ягеря он добирается легко, тогда он наедается, соответственно есть что? Мясо, шкура, а шкура это одежда и это строительный материал для дома. Соответственно если снег рыхлый, то жить хорошо. А если снег подтаял, а потом его подморозил и он подкрылся таким ледяным настом, то оленем до мхая добраться, тогда он худосочный, шкура у него никудышная, ни дома не построишь, ни одежды не сожжешь и не выживешь. Таким образом становится понятно, что самые значимые явления в любом языке всегда проявляются еще в количестве возможных синонимов или длине лексического ряда, количество слов, которые в этот ряд попадают. И вот Анна Вежбицкая обратила внимание, что в сравнении с некоторыми другими европейскими языками слова, обозначающие разные эмоциональные состояния, их оттенки в русском языке по частотности превышают другие языки. И вот именно это явление она назвала эмоциональность. Но о национальности она еще обозначила и то, что в русском языке возникает очень специфически нехарактерные для других языков способы выражения эмоций. И я хочу вам это показать на одном примере сейчас такая мышка она должна хоть забита. Очень специфическое время. Все вам известные стихотворения. Это самое известное стихотворение русской, наверное, о любви. Настолько, что уже нам не принципиально кто его написал. Написал на него Пушкин или не Пушкин. Вот Пушкин нашли все. Знаете почему? Потому что мы приведем один пример. В 1924 году в Смоленской губернии в последний раз записали народную песню, которая называлась «Узи». Помните, школьное стихотворение «Сижу за решеткой в темнице сырой». Потом прошла кампания ликвидации безграмотности и народ узнал, что это не народная песня, а это Пушкин написал. Вот очень показательно, когда художественный текст входит в народную традицию и воспринимается народом как свой собственный, то тогда он становится частью народной культуры. Мы все знаем, что образованные люди, что написал вот это Пушкин. Но это стихотворение раньше, во всяком случае, 10 человек 9 могли прочесть наизусть, не запнувшись. Что оно маленькое и необыкновенно дочь. Вот, коллеги, я вам загадаю сейчас загадку, которую мы подгадать невозможно. Назовите самые точные русские слова, выражающие как раз эмоциональность. Эмоции. Угадать невозможно. Знаете почему? Потому что дети говорят искренне. Я говорю, ну понятно, мы самые искренние, а вот какие-нибудь, я не знаю, итальянцы, они, конечно, все вот лгуны, да такие. Они говорят, так нежно. Я говорю, нежно, это точно у нас не попадает, потому что есть замечательная русская пословица «Пьет, значит любят». Значит, тоже как-то не очень, да, с нами получается. Ревность. А что же тогда? Ревность. Ревность, ну уж совсем, знаете, мы что-то, кавказцы, что ли? Нет, у нас, конечно, знаете, у Евгения Анигина есть там сон Татьяны. «Мое», сказал Анигин строго. Есть, конечно, это в природе, так сказать, ну, гендерные особенности мужчин и женщин, но все-таки это как-то не очень… Вот это ближе. Приведу один пример. Знаете, в 90-е годы, там, начало 90-х, открылись границы, железные заново с упалой, к нам хлынули не только благотворительная помощь, шпионы и люди, жаждущие разворовать, так сказать, наше богатство, но и люди, еще интересующиеся русской культурой. И вот одна американская исследовательница стала изучать такую вещь, она называет этикетные формулы, этикетные формулы общения. Ну вот, мне очень показательно, что русские люди все насквозь больны, потому что мы при… говорим, здравствуйте, вот я франкофонный человек, француз говорит, не здравствуй, бонжур, говорит, хороший день, хорошего дня, все прекрасно, а мы говорим, здравствуйте, будь здоровым, мы говорим спасибо, как раз у нас спаси тебя Бог за твои добрые дела, то есть, в степени нашей религиозной. Есть такие любопытные отличия. Вот она обратила внимание, что как обычно, если люди долго не видятся, говорят, привет, привет, какой вопрос следующий, как дела? Ни один русский человек, носитель традиционной ментальности, не говорит хорошо. Шитоамериканец говорит, окей, и на следующий день идет и вешается. Наш, либо скажет, нормально, но с таким выражением лица, что он очень выражает, нормально, да, либо он начнет долго рассказывать, как ему плохо живется, как он страдает. Знаете, у нас каждый русский в душе Моцарт, потому что люди, знавшие Моцарта, говорили, что у него никогда нельзя спрашивать о здоровье. Если с ним спросить, как его здоровье, он часами мог рассказывать про все свои болячки. Вот русский начинает рассказывать про то, как ему плохо и тяжело живется в этом мире. Знаете, как американка это назвала? Она назвала это так, ритуальное нытье. Потому что она именно поняла, что это никакого отношения в действительности не имеет. Именно ритуальное нытье. Надо рассказать, что плохо. Ну, как я не знаю. У нас была любимая студенческая песня, которая начиналась так, за окошком солнце встало. Что должно быть? Потому что солнце, лучи, за окошком солнце встало, день ненастный будет снова. Такой петербургский вариант. Что-то пела и играла, должно быть хорошо, продолжение песни. Уж извините за абсцентную лексику, но хреново мне хреново. Потому что по-другому быть не может. Поэтому слово безнадежно, пожалуй, самое точное. Но есть еще некоторые особенности, коллеги. Вот они абсолютно... Вот недавно ушел из жизни Эдуард Назар, замечательный мультипликатор. Мы все воспитывались на его мультике. Детям надо показывать сегодня обязательно Винни-Пух. Потому что это обрусевший Винни-Пух, наш родной, отечественный. Но он еще, помните, у него это самое мультик «Волк и пес». И помните, коллеги, когда это значит «Пес там под столом». Сейчас запоют. Вот это абсолютное попадание в ментальность. Вот такие мультики, они воспитывают. Почему? Потому что наша ментальность строится вот таким образом. Поговори хоть ты со мной, подруга семиструная, дальше русский человек поет. Что? Душа полна такой тоской, она же такая луна. И это в такой глубине находится, что с этим ничего не поделаешь. Знаете, вот есть такая пьеса «Гроза». Я еще работаю в колледже при Раблинестровительном университете, и у меня мои ученики, они герои одного из моих любимых анекдотов. Анекдот такой, молодой человек видит очаровательную барышню и уже думает, как бы вот куы состроить. И вдруг замечает обручальное кольцо и говорит, «Мадам, зачем ты замужем?» Он такая не врубается и за футболиста. Вот мои ученики, да, зачем? Вот мои ученики, зачем будут? Вот вчера у меня были с ними занятия, я когда у них спросил, сейчас сочинение одиннадцатого класса, у меня одиннадцатый класс, мы разбираем, значит, тема разума, чувства, я говорю, дети, были эпохи, когда люди понимали, что чувства главные доминанты человеческого бытия, а были эпохи, когда разум. Скажите, в какую эпоху разум хоть бы один слышал, эпоха просвещения, не один. Поэтому сказал, «Привет, пятикантропы». Я говорю, «Или неандертальцы». Я, к сожалению, не очень разбираюсь, кто из них древнее, но вы уж сами решите, к какому племени вы относитесь. Ну, они вообще ничего не знают. Ну, там, вопрос, чем закончилась бы эпоха разума просвещения? Это событие случилось в 1789-м, закончилось, ну, формально в 90-м, 1923-м, хотя и дальше были явные следствия. Вообще, смотрит, неужели вы не знаете? Не знаю. Великая французская революция ни один не слышал. Один только там заявил о себе, когда я сказал, «Ну, вы хоть знаете, чем это закончилось?» Тем, что возникла великая поговорка «Лучшее средство от нас, кто-нибудь может продолжить?» Ни один не сказал. Да, коллега, вообще ничего не знает. А еще, там есть вариант от головной боли. Тут у меня один вспомнил, от головной боли. Есть два варианта основных. Более того, смотрите, оказывается, разум чему привел. Раньше топором палач рубил, не всегда с первого раза получал. Значит, казнен не мучился. А теперь вот вам гуманность, да? Гильотина никогда не ошибалась. Значит, вот вам эпоха просвещения. Тогда люди рванули в чувства. Возник сентиментализм. И даже Наполеон однажды сказал, что если бы я не был Наполеоном, я хотел бы быть садовником. Потому что сентименталисты всех наук обожали, конечно, ботанику. Из сады и парки в эпоху сентиментализма приобрели, вот как наш, между прочим, замечательный Павловский парк. Вот романтический, идущий от сентименталистов, которые любили созерцать природу и делали, как живут. Но вот у нас очень важно, что появляется формула без слов. Потому что смотрите, я вас любил так искренне. И русский человек понимает, как искренне. Хотя так, это указательное местоимение. Оно о местоимении из всех главных частей речи единственное ничего не обозначает, а только указывает. И вот Вишбицкая обратила внимание, что в русском языке вот возникают такие формулы. Есть указания, а русский человек понимает без слов. Вот это вот гиперэмоциональность, когда люди вот это способность сопереживания, общения на какое-то очень странное такое глубине. Поэтому волк и пес абсолютно наш, ну, сейчас запоем. И работает. Вы знаете, почему я вспомнил пьесу Островского Гроза еще? Потому что она начинается с того, что Кулигин поет сидя на высоком берегу Волги среди долины Ровной. Я своим дубинообразным школьникам из интернета вытащил запись канадские духоборы. Духоборы это потомки наших старообрядцев в Канаде. Они там живут уже с 17 века. поют эту самую песню хором. Знаете, хор таких. Это наши казачьи хоры отдыхают. И у меня мои дубины голов, знаете, один, второй, смотрю, загрустил. Я, например, броняло просто где-то по-нашему. Потому что вот эти вот странные словечки так, искренне, так, а в какой степени? Знаете, вот же самое, это же, если взять какое-то член предложения, искренне, как, так, искренне, как, в какой степени? Они измеримы. Вот эта вот неизмеримость чувства и есть как раз характерная черта русского языка. Ну и, коллеги, вдруг среди вас есть франкофон, кто учил французский язык? Не учил. Ну, коллеги, а кто даже не учил, может быть, вы знаете, как по-французски «Я тебя люблю»? Жутен. Жутен. Вот, коллеги, я сейчас медленно прочту, послушайте. Да, даже те, кто французского, не знают, здесь же фразы, да? Мы из французского знаем либо Жутен, либо Меда Миссию Жене Бан Шпасси. Жутен. Да, это вы знаете. Все, так, очень. Спасибо классике, она нас наделяет знанием языков, да? И как в начале 70-х, конце 60-х годов появилось огромное количество людей, знающих английский язык. Почему? Бетломания поразила и наш Советский Союз. Вот мы тоже кое-что узнаем из иностранных языков, благодаря тому, что есть такие прецедентные тексты. Вот я сейчас медленно прочитаю, потом покажу. Смотрите. «Я вас любил, любовь еще быть может, моей души угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем». Между прочим, Наталья Николаевна и до замужества Пушкин писал письма исключительно на французском языке, потому что это а, язык дворянства, его социальный диалект, и б, это язык галантных отношений. Посмотрите, если сделать трансмиссию, выдели. Посмотрите, первые четыре строчки трансмиссию, а в сильной позиции в стихах, конечно, что стоит ритм, это абсолютно уникальный случай, когда поэту умудрился написать стихотворение на двух языках одновременно. Как это можно перевести? Мы можем, конечно, перевести на французский, но тогда на русском должно быть «Я тебя люблю», там же ритм, как это сделать? Очевидно, поэтому Пушкин не оказался среди самых читаемых авторов. Вот это такие загадки этого стихотворения, ну, а есть еще же там игра совершенно потрясающая, потому что если как «Я вас любил», значит, «любил» и «отлюбил». Да, все, уже хватит. Даже ученики понимают меня однажды, любят или нет? Конечно, любят, я говорю, ученик. Ну, простите. Да, занятия идут у меня. Адры. Все, спасибо большое. Кольки, извините, звонит коллега, просто у нас еще занятие, завтра в субботу, а у нас, чтобы разрешили занятие, надо ректору написать служебную записку. Я записку написал, а ректору занят. Теперь, ужас какой. Все аудитории в субботу свободны у нас, но служебную записку не пишут. Есть, что сочиняем в жизни. Значит, вот, они как говорят, ну, какой нормальный человек, если отлюбил, будет трижды повторять, что он любил. Если человек трижды говорит, что он любил, значит, он себя уговаривает. А любить продолжает. Это раз. А кроме того, есть еще одна, совершенно поразительная, с этим текстом, такая вещь, тонкая, достаточно, потому что у Пушкина есть стихотворение «Ты и вы». Пустое «вы», сердечным «ты», она обмолвие заменилась. И если «вы» это этикетное и вежливое обращение, то «вы» всегда предполагает некую дистанцию. А переход на «ты» говорит о близости. Поэтому на «вы» по-французски писал невесте Пушкин Писька, а когда она стала его женой, он писал ей «Женка-ты-дура». Уже без всяких, так сказать, сложных конструкций. Итак, это удивительное стихотворение, вот с этим так, действительно, так нежно, которое не ограничено, да еще с этим, как «дай вам Бог». то есть некая высшая сила, у которой тоже нет границ, это как раз свидетельство вот такой гипернациональности, характерного для русского языка. Ну и у Пушкина все время, я помню, чудное мгновение. А что можно с ним сопоставить? То есть чудо – это то, что сверхприродно, сверхъестественно и необъяснимо. Соответственно, это ограничение встречи с возлюбленной оказывается, опять же, выражением крайней степени эмоционального переживания. Давайте посмотрим следующее свойство. Немножко померюсь. Это иррациональность. Как она проявляется? Проявляется в том, что появляются лингвоспецифические слова. Любой переводчик, значит, есть такие слова, у которых есть лингвоспецифические, то есть непереводение на другие языки. Ну, например, в грузинском языке есть слово «рафтна». Буквально «рафтна» перевести можно на русский. Буквально – это значит «ну и пусть», «пускай». Но любой грузин знает, что когда он говорит «рафтна», он говорит примерно следующее, то, что написал Булата Куджава, грузин, московский, в романе «Путешествие дилетантов». «рафтна» значит «пусть будет, что будет», но это вовсе не значит, что я с этим согласен. То есть некий такое фаталистическое проявление характера грузинского аристократического судьбе. А у нас есть наша авось. Авось, небось, и нахренаси. Значит, это наше все. Еще посмотрите, что за слово, можно ли его перевести на другие языки. Авось получится, числиться. А это, между прочим, устойчивое слово сочетать. Русский авось. А это тогда существительное. И делает на авось. А у нас все делается на авось. Ну, приведу вам пример. Знаменитая, теперь уже, это явно уже крылатая пословица и поговорка, никто уже не помнит, что Виктор Степанович Черномыль пример-министр страны говорил, хотели, как лучше. Коллеги, мне кажется, все наши государственные программы строятся таким же образом. Это как программа. Мне когда прислали письмо, я отпил, вы там посмотрите, какой модуль открывают языки народов Урала. Я думаю, а что я могу про них рассказать? Почему? Как не могу? Как это у нас происходит? Как это происходит? Видимо, на авось. Авось этот язык где-то повешен. Каким-то образом. потому что все делается на авось. На авось о чем говорит? Говорит о том, что мы знаем, что всякая попытка рационального упорядочения жизни бессмысленна. Наш президент Борис Ельцин, помните, когда вторая кампания, как головой сердца. А это же очень точно. Это попадание в ментальность, потому что мы, знаете, как у меня тетушка 85 лет, Господи, она в этот раз слава Богу решила, не пойду я уже на выборы, потому что я до того, что они сделают, с вами доживу. А в прошлый раз она пошла. Знаете, кому-то проголосовала? За партию патриота России. Когда она спросила, почему, кто знает эту партию, чем она занимается? Про другие мы хоть что-то знаем, про это же ничего. Ну как, нас же воспитывали в духе патриотизма. Вот классический на слово реакция. Как сердцем патриота. Она чувствует, что она патриот. Петербурженко, поэтому патриот должен голосовать за патриота. Глаз ущердится. Вы какого будете голосовать? Понятия не имею. Знаете, я знаю, понятия не имею. Когда я хожу, вот в него, могу показать, видите, вот я собираю все сегодня, из метро читаю, ничего не понимая. читать, не знаю, не знаю, не знаю, что я не буду голосовать за партию Парнас, этого жилета написала. Потому что за партию Касьянова, это точно, это потому что, знаете, это простая вещь, человек, который был в элите, на что-то элиты был обижен, теперь он хочет себе вернуть, грак награвленный это называется, как у большевиков. Потому что то, что это к народной свободе не имеет никакого отношения, у меня нет ни малейшего в этом сомнения. Более того, конечно, я понимаю, что это жертва пропаганды, но когда показали, как они там, ребята, собирались в Литве, и лидеры этой партии говорили про нас с вами, что мы мы было, поэтому я очень, вот сами устанавливайте свою свободу для себя, тем более, что, у них у всех столько всего уже есть, что они понимают, зачем им власть? Ребята, поезжайте на Кипр, в городе Лимасоль живет 40% нашего населения, русскоязычного. Так, поезжайте туда и там живите, оставьте у нас в покое, в конце концов. Ну, правда, ну, кстати говоря, коллеги, вот очень характерно, партия «Единая Россия», да, если я голосую против, вот язык, как точно работает, спичрайбит, я тогда, получается, против чего? Против единства России, я не знаю, как точно. Посмотрите, гербы русских городов, древнейший город Ярослава, да наполовину древних гербов появится наш татерный зверь, медведь. Это же точно, это же все политтехнологии невысочайшего масштаба. Я, конечно, не буду голосовать за Яблоко, потому что у меня плохие политтехнологии, потому что, да где он не в этом, Яблоко раздоров. Он приговорил себя, Яблоко раздоров, устойчивое словосочетание, он всегда будет в раздорах, а это бессмысленно. А я-то говорю по-русски, так назвал бы партия Apple, знаете, там же у них же не яблоко, опять же к своим, говорящим на своем языке. У нас государственный русский, я когда, знаете, увидел концепцию, на кафедре мы собрали, подписи немереное количество, против там разных нововведений, но я был потрясен, когда принимали концепцию, хотели принять преподавание русского языка и литературы в школах Российской Федерации, то там был раздел, русский язык как иностранный. Я в Москву написал, люди, во что с головой? Вообще-то это мой государственный язык, даже не важно, что он мой родной по происхождению. Меня мама с папой на нем учили разговаривать. Он просто государственный, он не может быть иностранным. То есть если принять такую концепцию, слава богу, кто-то в какой-то момент сообразил. Другое дело, что мы можем преподавать русский как иностранный. Но в концепции, в русских, но не в русских школах. Но тогда у нас есть это самое, винафоны, но не как же иностранный я его преподаю, как русский государственный язык. Ну, потому что у нас все на авось, потому что мы глубоко не задумываемся, мы устаем, мы не немцы. Хотя немцы, слава богу, разрушаясь, немцы подарили нам систему гимназического образования. Мы ее восприняли от немцев, поэтому российское образование было фундаментальным. Оно рождалось здесь у нас, на Невском проспекте, в Петер-Шуле. Там при монастыре было, причем, что интересно, женская община, женская школа первая. Но потом эта модель распространилась на всю Россию. А теперь мы, мне англосаксонская нравится гораздо меньше. Еще я помню, что у нас погода. Все-таки держались немцы, надо за ней было удержаться. И вот посмотрите, как замечательно написал Алексей Дмитриевич Милев про это самое авось. У него есть большая работа, знаете, страница на 60, посвященная как раз этому единственному словечку. Я вот не очень хорошо тут видно, выглядел к разному, что важная идея отраженная полоса это представление о непредсказуемости будущего. И мы живем с этим ощущением. Поэтому единственное, вот это точно голосую сердцем, это единственная опора, на что мы можем упереться. На внутренней голове. И один европейец даже говорит, да вы что, ребятки, нормально что ли? Как можно? Он должен опираться на трезвый расчет. А у нас как только расчет, так и закон образования на 600 страниц. Или этот самый профессиональный стандарт педагога, где мы еще должны заниматься полевыми практиками. Кстати, вы что, обалдели? Я помню, я вот ездил собирать древнерусские рукописи. Так мы, прежде чем нас допустили к работе, полтора года ходили в Кушинский дом, после занятий, с нами проводили дополнительные занятия. Где в стандартах высшей школы это есть, что мы должны с вами, учителя, владеть проектной деятельностью и полевыми практиками, если этого фактически не длины. Ну, не знаю, что-то вот кому-то хочется, потому что мы все время строим воздушные замки. Ну, кстати, вот в образовании показательного. Коллеги, представьте себе, что мы с вами руководим образованием. Наверное, каждый из нас, там есть дача, дом, кто-то как-то строил. Лев Толстой говорил, что человек должен что? Посадить дерево, построить дом, воспитать ребенка и посидеть в тюрьме. Знаете, это очень важно. Да, это почему? Только в тюрьме человек узнает, что такое внутренняя свобода. Не просто свобода, а внутренняя, где человек может обрести свободу настоящую. Потому что пока он не попал в эти стесненные обстоятельства, он этого не почувствовал. Так вот, знаете, что совершенно поразительно? Если мы строим дом, с чего мы начинаем? С фундаментом, да? Потом уже, так сказать, свод и крыша завершает. А у нас с чего мы начали? Мы начали единый госэкзамен, а потом стандарт. Ну так единый. Теперь мы что делаем? Мы теперь крышу подгоняем под фундамент. Так это вот показатель. На авось все делается. Это вот странности такие в нашей жизни. И я вас уверяю, мы с вами живем в системе образования, я думаю, что во всех остальных системах то же самое. Абсолютно один к одному. Давайте посмотрим еще на одно свойство, очень близкое к иррациональности. Мне почему не нравится эта классификация, потому что эмоциональность, иррациональность, любовь по морали, это семантические категории, а не агентивность, это грамматическая категория. То есть в этой классификации есть некоторая нерядоположенность. Ну, вот я читал в переводе на русский язык, может быть, Горбийская карта иначе это понимала, но вот в ее книге симматической модели для языка это так. Что это значит? Вот вам, коллеги, маленькая такая загадка, я, кстати, детям ее загадываю. Дети маленькие угадывают часто лучше, чем взрослые. Речь идет о том, что в разных языках есть доминантный и второстепенный грамматический модель. Вот с точки зрения информации все абсолютно одинаково. Информационная составляющая одна и та же. Но в одном столбике грамматические модели, характерные для русского языка, доминантные, а в другом случае для большинства европейских языков. Ну, Вежбетская прежде всего говорила об английском. Скажите, где по-русски? Справа, да, смотрите. Сразу мы угадываем. Если европейцу сказать «мне не спалось», я думаю, у него будет когнитивный диссонанс какой-то, да, психолог. Клич просто. Он скажет, ты спал или не спал. Мне не спалось. Как ты спал, не спал, мне понравилось. В общем, вот это затеялось мне, коллеги, это я услышал в Нижнем Новгороде. Дедок пенсионер, который родился на Украине, в Днепропетровске. Работал в Тюмени электриком, потом работал на БАМе. Значит, совершенно потрясающий дядька, который философ такой от народа, который я потом только понял, что он электрик, когда он сказал, что человек – это аккумулятор. Я не понял, что значит аккумулятор. Потому что вот, а он резчик по дереву, а если стал в лес, стал ходить, нашел коллеги и начал резать. Жена говорит ему, значит, он рассказывал смешные истории, вот сразу такой ментальный тип, она говорит, все, я говорю, твой сарайчик, где ты там вырезаешь, запру, потому что ты так ничего не видишь, у тебя там вечный пыль, глаза уже выедают. А он говорит, не запрешь, он говорит, пить начинал. Тогда ладно, тогда работает. Значит, вот такая логика железная, он еще, знаете, с таким юмором привлекает внимание, у него на столбе, вот столб фонарный, там рядом город мастеров, на столбе, у него такой набор висел, такая длинная вытянутая мужская майка, трусы, которые носили наши деды, и такие шлепки непонятно какие, значит, и написано «Свенни комплект». Значит, все подходят, конечно, хохочут. И вот он говорит, видите, вот вы подошли, я сделал, я, говорит, американцы мне 200 долларов предлагают, я не отдал. Я говорю, почему? А потому что, говорит, моя визитная карточка, все подходят, смеются. Я, говорит, сделал, вы посмеялись, значит, моя энергия вам передалась. Вы посмеялись, порадовались, со мной поговорили, ваша энергия не передалась. Так вот, человек и есть, говорит, как аккумулятор. Ну, а что спрашивают у художника, да? Ваши творческие планы? И когда я спросил, а на чем вы сейчас работаете, я же не помню, как я это сформулировал, он мне сказал, затеялось мне, Мефистофеля будет. Я эту историю рассказываю детям, говорю, дети, пятикантов, вы знаете, кто такой Мефистофель? А простой электрик, который мотался по всей стране, Гёте читал, знает, в такой Мефистофеле, а он ничего не знает. Потом сказать, затеялось мне. А вот эту формула, его рубина-молния, если вам интересно, как раз, вот она может быть вполне интересна преподавателям иностранных языков, потому что там всегда приводятся иностранные модели. Такую вот, надо бы мне денег написать, фамилия точно не русский, как, да, Тимур Радбиль. Такой Тимур Радбиль, вот там есть доска, вот я не знаю, есть ли такая пишущая штука. Ну, коллеги, если вам интересно, есть такая Радбиль. Тимур Радбиль, он либо тотальный, либо башкир, потому что это доктор наук, преподаватель Нижегородского университета имени Лобачевского, если он на одной конференции встречался. У него замечательная книжка есть, основа русского языкового менталитета, такое пособие практику. И вот он все время приводит в сопоставление грамматические модели русских языков и других, ну, и говорит, как мне выражается ментальность. Вот он говорит, например, я не помню, я немецкий язык никогда не изучал, русское слово богатство, почему мы, знаете, вроде бы, у нас появилась пословица про нас, преподавателя, из такой умной, человек такой бедный, но помните, в 90-е годы эти жрещие наши бандиты, и тут же возникает рефлексия русской культуры, защитная, люди в малиновых пиджаках, герои анекдотов, соответственно, которые всегда выглядят дураками. В общем, некоторые сюжеты анекдотов повторяют анекдоты про пашихонцев. А пашихония, это, так сказать, Заволжская область, Екатерина Великая дворгейцам, простым солдатам, которые возвели ее на престол, стала раздавать земли Заволжу. И были анекдоты, даже есть вот самая пашихонская старина у Савдукова щедрина, то есть анекдоты про дураков. Вот пашихонцами конца 20-го, начала 21-го века оказались новые русские. Герои в малиновых пиджаках, которые у них все помните. Анекдоты они прозвучали, потом стали уходить, потому что обнаружилось, что дураки ТМС, среди них очень много не самых глотых людей. Не все они, правда, русской национальности. Какой-нибудь телешир из мамы. Но вот Тимур Абель приводит характерные модели. Если иностранцы скажут, его убила молния, то у нас молния не сама убивает, она всего лишь инструмент, но в чьих руках не будет сказано. Вот эта неагентильность характерная для русского человека, потому что русский человек знает, что ни один волос не упадет с моей головы, если Господь этого не захочет. мы живем исходя из этого ощущения, вот Господь попустил, вот Господь все управит, Господь все устроит, а мы тут как бы и ни при чем. Но отсюда, кстати говоря, наша русская посладанность, наша русская несобранность, наша русская а как-нибудь, значит, масса всяких вещей, которые для нас чрезвычайно характерны. И в то же самое время мы знаем, что есть какой-то высший промысел, который управляет нашим человеческим существованием. Ну, вот видите, коллеги, вы абсолютно правы. Знаете, я думаю, что когда дети пристанут угадывать, где русская, где нерусская модель, то ничего не будет. вот, кстати, его фамилия, вот, если бы там я просто Тимир, радный, замечательный человек, совершенно такой очень колоритный, любимый студентов и человек, которого очень не любят начальства, потому что в последний раз, насколько я знаю, он был уже приглашён преподавателем университета Лобачевска, на полстатки работал, ну, чем-то не то бывает. Но, вот, главное, что у нас это вера в судьбу, да, вот это очень характерно, судьба от слова суд, а суд какой Божий, то, что тебе существено, то, что тебе Господь присудил, вот с этим и живи, да, и на судьбу не жалуйся, да, потому что сразу, что на Бога. Ну, вот есть у нас такая странная немножко черта, с которой конечно нужно ходить. Наконец, у нас есть ещё одно качество, это четвёртая, это любовь к мораду, но кто же не знает наших бабушек на скаменичах, да, вот, они всех пересудят, про всех всё расскажут, про всех всё знают. Но у нас ведь не только это, знаете, любовь к морали у нас проявляется очень сильно. Расскажу вам две истории, одну из собственной жизни, другую историческую. Мне как-то довелось быть на конференции в Пушкинских горах, словистов, и там был один канадец, да, и так получилось, потом был большой банкет, чем заканчивать нормальную научную конференцию, это банкета. А стол был такой длинный, поэтому общаться можно было либо с тем, кто рядом с тобой, либо кто напротив. Я оказался напротив этого канадца. Я говорю, да, вот ты всю жизнь занимаешься русской литературой, при Советском Союзе был, сейчас вот у нас, постсоветские времена, ну скажи, чем мы, русские, отличаемся от вас, канадцы? Он говорит, сначала я тебе расскажу, чем мы, канадцы, отличаемся от американцев, потому что вы думаете, что мы одинаковы. Вот, кстати, о роли языков в культуре. Я говорю, чем вы отличаетесь? Шелест, а чем они отличаются? Он говорит, а мы отличаемся тем, что у нас есть Монреаль, и там все говорят по-французски. Вся Канада по-английски, а эти по-французски. Поэтому мы уже привыкли к тому, что человек может быть каким угодно, а у американцев есть стандарт жизни. Знаете, посмотрите, половина американских фильмов про Золушку. Есть замечательный фильм, гениальный, совершенно, красота по-американски. И там вот этот вот американский стандарт жизни подвергается сомнениям. Почему? Потому что должна быть хорошая работа, хорошая машина, хороший дом, хорошая семья. Знаете, у французов, если у президента много жены-любовниц, то это ему в плюс. Американский президент должен быть добропроятным. обязательно. Обязательно. Знаете, какой скандал вы помните с Клинтоном? Французы бы даже не заметили. Может быть, еще бы и порадовались. Что, добропорядочность, это такой стандарт жизни. А у нас, говорят, канадцы, люди свободные. Но, знаешь, чем мы отличаемся от вас? Причем мы вместе, говорят, с американцами. Чем? Потому что, если русский человек с кем-то зацепился языком, то начинает говорить о самом главном. Я говорю, сколько раз? Простите, что это такое? Дали. Простите, канады. Спасибо. Все, Алина, у меня занятие. Все, спасибо. Еще одно. Да, потому что ключ, ключ отдали, все положили, все закрыли. Простите, вы должны быть заведующим, это какой-то кошмар. Все отчитываются. Нет, приятно, можно надуть счет, знаете, но вообще это не по-человечески. Хоть сказать, заведующий, пошел. подальше заведующий самому себе, что очень полезно. Вот, он говорит, сколько раз был в России, вот в купе попадаешь, что там, зацепился языками, и как будто с ним А, всю жизнь знаком, и решаешь самые главные вопросы. Я говорю, слушай, так это как в истории жизни просто, потому что был такой чудный эпизод, знаменитый крикер Белинский, который называли Нистов, Нистов и Гиссарион. Ему пришел в гости Достоевский, и они заспорили. Они заспорили о чем? Есть Бог или нет? Потому что Белинский атеист, а Достоевский, даже увлекаясь революционными идеями, от Христа не отказывался. И они заспорили, час спорят, другой, приходит жена с чаем и с бутербродами, и когда она предложила им выпить чаю с бутербродами, что нормально, мне кажется, Белинский завопил не своим голосом, какие бутерброды, мы еще не решили вопрос о бытие Божьем. Это смешно, разве можно просто поспорить с кем-то, решить вопрос о том, есть Бог или нет? Вообще, Богу, в общем, все равно, что мы по этому поводу думаем. У Него какая-то своя жизнь, а у нас своя. Но тем не менее, русский человек уверен, что если он добьется праздник, ну и, кстати, смотрите, нормальный грек говорил как? В беседах, в диалогах дождается истина, а у нас как? Мы перевели эту греческую пословицу. Я говорю, дети, чем кончается любой русский спор? Нормально. Нет. Они говорят, у нас греческая пословица калька, в спорах рождается истина, но у греков не в спорах, я дети говорю, не в спорах, у них в диалогах, диалоге Платона, помните, где Сократ беседует со своими учениками, оппонентами и так далее. У них в диалогах, а у нас в спорах, потому что дохлепоты, до мордовоя, потому что у нас есть эта любовь, морали. Истину надо добыть любым способом, хотя бы на самом. Ну, и в этом смысле действительно в языке формируются вот наши цены. Так, куда это прискочило? Дальше. Так, 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 а не верю? Вот куда прискочило? Я вам приведу эти примеры. Знаете, у меня очень грустный пример, я таких экспериментов не ставлю. Лет 10 назад я на семинаре для учителей попросил их выполнить такое задание. Написать просто на вскидку 10 слов, которые выражает русский менталик. Что туда попало? Куда попали, например, такие слова, как пьянка-гулянка. Как без этого? Как русский человек без праздника? Помните, у Шукшина Калина Красная душа праздника просит. Это попало. Любимый нами авось попал. Мне очень понравилось, что попало слово «удаль молодец». Потому что еще когда-то Чаадаев сказал, главный фактор русской истории, фактор географический. Потом Дмитрий Сергеевич Лихачев сказал, что нашу ментальность сформировало наше пространство. Я ученикам говорю, дети, скажите, пожалуйста, вам легче попасть. В Лиссабон, у самой западной столицы Европы, или на Сахалин и на Камчат. Ведь в Лиссабон и ближе, дешевле. Значит, смотрите, француз выезжает в отпуск, и он знает, что если он выехал на машине, он может в течение своего отпуска объехать все населенные пункты своей страны. А мы точно знаем, что у нас в стране есть места, где мы никогда не будем, более того, мы даже не догадываемся, как там живут люди. Предам пример, коллега. Несколько лет назад мне посчастливилось поплавать на пароходе по Аби. Мы там останавливались в разных городах и попали в город, он исторический, наш побратим. Это город Березов. Потому что почему-то в 18 веке, начиная с Петра Великого, любили ссылать в Березов. Ну, наш первый генерал-губернатор Меньшиков, там Березов был сослан. И там абсолютно русская история. В городе Березове две партии, две партии местных краеведов. Знаете, почему две, о чем они спорят? В Березове умерла старшая дочка, когда они были в ссылке со всей семьей, Меньшиков. Они спорят, на каком погосте она была похоронена. В Березове было два погоста. И поэтому одна партия краеведов установила символическую могилу. На одном погосте, другая на другом. Почему символическую? Потому что никто не знает, где она реально похоронена. Знаете, в городе Березове две символические могилы одного и того же человека. Ну, не бред ли? Но город фантастический. Это город, он ближе к Индии, чем к Петербургу. Почему? По главной улице города Березова ходят коровы с тадами. Чуть штук 15 идут по главной улице. В фонтан из полкома играют дети. Мимо них проходят коровы. Без пастухов. Как священные животные. Но точно Индия. Более того, директор местного кривейческого музея говорит, что клубы не могут завести, потому что все сжирает. Как только посадишь, все раз и нет в страну бесполезно, не украсит. Вот такая парадоксальная ситуация. А сколько таких мест, коллеги, на той же Аби я видел деревни, которые живут еще в 18-м столетии. Там газовые месторождения, а газа нет. А в городе Березове, где самое большое месторождение, там рядышком, газ в два раза дороже, чем в Санкт-Петербурге и в Москве. Бред сумасшедший. И вот удаль, это то, что про него и в наше пространство. А вот, коллеги, еще одно слово. Это греческое слово. В русском языке я про него читал две статьи. Виктор Владимирович Колесов, завткафедра русского языка Петербургского университета более четверти века, ему сейчас больше 80-ти, и другой автор, у которого я содрал название. Это Илья Михайлович Прохоров. Он написал книгу «Древняя Русь как культурный феномен». А я взял русский язык как культурный феномен. Вот начинается книга «Древняя Русь как культурный феномен» со статьи про одно слово на 60 страницах. Это слово появилось в России довольно давно, но примерно к 15-16 веку определилось то его значение, которое нам сегодня известно. Греческое по происхождению, приставка «синт» значит «со», «ис» это маркер «окончание существительного» по-гречески. Кори эйдес в русский язык вошел, он известен. В переводе на русский у нас есть слова «идея», а в богословии есть понятие «эйдетическое». Буквально может быть переведенное как «образный», вот «святой образ», мы же не идею его понимаем, а всем сердцем, да, вот «ведость», внутреннее знание. Но у древних греков у них не было, я и дети, но я говорю, дети любят, человечество было проще в чем-то, а в чем-то интереснее, потому что у древних греков не было левого и правого по ушам. Древние греки воспринимали миф как научное знание. Знаете, вот это очень интересно. Они приходили в театр, чтобы вынести оттуда идею, что образное, и рациональное, художественное, да, то, что мы воспринимаем воображением, и такое вот идейное, логически выстроенное, то, что мы воспринимаем разумом, у них было слитого иди. И поэтому корень эйдос мог обозначать и знания, и внутреннее знание веды. Значит, ну что получилось дальше с точки зрения и Прохорова, и Кулиса? Получилось следующее. Западная Европа и Россия разошлись. Западная Европа выбрала знания. Они со-знатель. Да? А Россия выбрала нечто другое. Калька с этого греческого слова синебиси у нас оказалась не вне. Скажите, какова наша калька? Наша калька со-вести. Вести, и это очень точно, посмотрите, где в Англии, как переводится на русский? Благая весть. У нас в передаче вести новость. Со-весть, благая весть. А что такое совесть? Вот совесть еще никак не уничтожен. Смотрите, что получается. Знание это то, что мы получаем извне. Это некое внешнее поотношению. Совесть это внутреннее. Почему? Потому что что такое наша несчастная собственность? Вот вам яркий пример как раз того, как работал Владимир Иванович да. Обратите внимание, вот вторая пословица. Это все из пословицы поговорок русского народа. Владимир Иванович да. Он сделал два варианта. Почему? Потому что он записывал на слух. И вот это оглушение, то, что происходит. то ли глаз как зрение то, что мы видим глазами да. То ли глаз голос непонятно. Ну очень точно мои ученики когда я им это показал я попросил сделать такую работу сформулируйте что такое совесть для русского человека. Гениальное определение дали ученики восьмого класса ну один конечно. Другие поддержали согласились. Да что мне оставила Лидия Юрьевна аудитория она небольшая там будет человек 15 номер аудитории она мне сказала что у нас много свободных я возьму около кафедры 513 да большое спасибо Рима Простите пожалуйста это секретарь дектора не ответить нельзя значит вот такая совершенно поразительная вещь то что это внутреннее знание у нас в отличие от них приведу один пример такой очень точный если вы поедете в Таллин в Таллине есть одна городская программа городской транспорт в Таллине для жителей города бесплатный более того в Таллине подходишь к остановке там будет написано время когда придет автобус соответственно люди в Таллине пересели с машин зачем у них выделенные полосы так же как у нас иногда которых мало кто обращает на них внимание и городской транспорт соответственно в Таллине в котором-то не так много жителей там чуть-чуть больше трехсот тысяч там улицы даже в центре города не бывает пробок почти свободно и вот если вы приходите на переход и видите горячий красный цвет а человек видит что машин нет и идет на сто процентов может быть уверен что это русскоговорящий а если он видит красный цвет и стоит точно можно сказать что это коренной эстонец железно почему потому что эстонец европейец он руководствуется законом а наш руководствуется внутренним знанием отсюда коллеги одна чудная история в 90-е годы когда у нас принимали конституцию тогда еще царство небесное жившего академика Александра Михайловича Панченко одно из самых крупных знатоков русской культуры спросили как вы относитесь к приему новой конституции он сказал я хорошо отношусь из какой-то такой интонации что журналист поделился как-то вы странно говорите вы понимаете самая демократичная конституция раннего средневековья русская правда соборное уложение 100 главного собора при Иване Грозном в нас когда был массовый террор самая демократичная в Европе того времени уложение 1649 года одна из самых прогрессивных конституций позднего средневековья я уж не говорю про Сталинскую конституцию 1936 года там были зафиксированы все права человека но что было в стране вы уж говорите извините я всю жизнь занимаюсь русской историей и культурой не помню ни одной эпохи чтобы у нас конституция работала коллеги кто из вас знает конституцию нашей страны да никто а зачем зачем знать документ по которому мы не живем потому что мы отмечированы на внутреннем на совести поэтому Достоевский очень точно сказал русский человек бессовести точно зверь поэтому у нас ориентация на нашего нравственная поэтому наши власти вдруг забили тревога что у нас происходит с воспитанием смотрите что сказал новый министр образования между прочим носитель традиционных ценностей она традиционалист она сразу говорит что на первое место воспитание и патриотизм который мы вдруг потеряли знаете в чем он проявляется наши то наверху думают дураки что если мы будем линейки устраивать про патриотизм патриотизм возник а он в другом мне мои знакомые с кафедрой общего языка знания Петербургского университета рассказывали чудную историю в университете есть традиция после приема в первокурсники на кафедре встречаются со своими студентами мне рассказывали что когда студенты пришли то все почти студенты кроме двух девочек из нижегородской губернии говорили с повышающей интонацией в конце если здесь есть преподаватели английского языка то они понимают что они говорили с интонацией английского языка сразу можно спросить где они хотят жить и работать не надо никаких анкет и исследовать понятно что они внутренне ориентированы и только две девочки знаете как в нижегородской губернии мне рассказывали как они читают письмо Татьяны никто меня не понимает чего же гибнуть я должна вот те заговорили с нашей поддерживающей интонацией что поделать коллеги я думаю что я вас уже немножко хоть я надеюсь что я не был вам скучан но у меня время должно было закончиться восемнадцатом пятом я не буду вас больше мытарить дай бог знаете как говорят канадцы как говорят канадские знакомые увидимся в надежде что этого никогда не произойдет как раз это отличие нет это канадцы как раз вот это отличие когда русский человек говорит увидимся он надеется на то что эта встреча произойдет а когда говорит американец увидимся он думает я вам говорю по-русски дай бог еще увидимся большое вам спасибо я не знаю как а в пятницу вечером это тяжело это ощущение не знаю нет Продолжение следует...